Пятый канал представляет Ну, давай, рассказывай, что произошло Да, что рассказывать, я тебе говорю, я вчера вечером возвращаюсь с работы Подхожу к дому, а там внедорожник, без номеров Ждет, между прочим, третий день у меня дежурит во дворе Покажу утром, стоит, возвращаюсь вечером, стоит Причем ни у кого из соседей вот такой машины нет Хотел выяснить, что да как, а тот взял так и дал деру Слушай, подожди, а если это смежники наружку выставили И сейчас ведут скрытое наблюдение, мы же в операцию срываем Ну, не знаю, Тох, но там же я живу, моя семья Мне как-то не по себе Да я все понимаю, слушай, ну, Борисыч, это надо предупредить Да зачем ему предупреждать-то, пока время есть, мотали, с туда-обратно и все Ой, подведешь ты меня под монастырь, поехали Слушай, ты, иди-ка ты знаешь куда Ну вот, Иф, опять стоит Эу Эээ, стой Ты видел, номеров нет Это я видел, ты на это погляди Живой? Ну, какой живой? Дырка в башке Так, ну, что мы имеем-то, а? Да что имеем? Ну вот, удостоверение Ребров Константин Петрович Сотрудник частного охранного предприятия Кабура Ага, смартфон включен, но он запаролен Портмоне, банковские карты Наличные десять тысяч рублей Да, и все Вон только ключи, скорее всего, от дома Угу, ну все при нем Никто ничего не взял Откуда ты знаешь? Может, у него алмаз был Размером с кулак Игорьич, ну чего, может, скажешь что-нибудь? Часики-то тикают? Ну, тикают так тикают Чего у вас говорить-то, огнестрел Пулевое ранение в голову Смерть уступила около полчаса назад Ну так, Тимур, что это было? Ты что, новый прибор приобрел? По нахождению жертв убийств? Андрей Борисович, прибор у меня здесь В голове Кстати, о голове Пулю извлекли? Извлекли, она была выпущена из модифицированного ПМ С глушителем Не дай-ка угадаю По сложившейся доброй традиции По нашей базе не проходит А вот и не угадал, проходит еще как проходит Причем в начале девяностых-двутысячных очень даже громко гремел Потом умолк, лет так на двадцать Ну, скорее всего, гулял по рукам и сменил много владельцев Ну, давайте оставим пока наше рассуждение Володя, а что есть по убитому? Ребров Константин Петрович, тридцать шесть лет, не женат Десять лет отработал в различных охранных предприятиях Последние три года работал в ЧОП Кобура Которым, кстати, руководит женщина Кольцова Инга Олеговна Ну, женщины так-то и в космос летают И на метлах передвигаются Ну, давайте транспортные средства, на которых передвигается женщина Мы оставим в покое Володя, а какая у Реброва репутация? До прихода в Кобуру Ребров работал охранником в гипермаркете электроники Двоичный код В одну из его смен со складов гипермаркета Была похищена крупная партия ноутбуков Но причастность Реброва к делу установить не удалось И это все? Нет, Андрей Борисович, момент убийства Реброва Попал на камеру наблюдения у дома Тимура Вот, смотрите Но видео не слишком информативное Ну, как видите, номера у машины нет Лица водителя не видно, поэтому отследить по камерам ее не удалось Ничего себе, не информативное Так этот внедорожник Около моего дома три дня торчал Я же его и хотел проверить Угу, судя по времени, наш приезд спугнул убийцу Поэтому он даже не успел забрать у Реброва смартфон Смартфон у Реброва защищен трехфактом на аутентификации Ну, теоретически такую защиту взломать тоже можно Но я не знаю, сколько это потребует времени Да, еще, Андрей Борисович Я запросил у оператора мобильной связи распечатку звонков Реброва за последнее время Ну, тогда так, Антон, Тимур, вы на осмотр квартиры Реброва Паша, а ты в чоп, в эту кобуру Свободны О, гляди, что в комнате нашел Похоже, Ребров с девушкой жил А у меня есть кое-что поинтереснее О Ленька, сейф Ну, что, с собой его забирать будем, что ли? Ну, конечно, ты понесешь Я не понесу Все, я уже натаскался Граждане понятые На ваших глазах сейчас будет вскрываться этот чудесный сейф Молодец, Туша Так, ну, чаще всего нажимали цифры 4, 6, 7, 9 Давай, предположи, комбинация Ну, нажми 46, 79 Ой, извините вас 40, 6, 70, 9 Туха, тебе в лотерею надо играть Представляешь, ты позолотился Да ладно, открылся, что ли? Ну, что, граждане понятые, глядите Ларчик открывается Да, и содержимое изымается Значит, пистолет ТТ Револьвер Коль Да ты аккуратно, ну Документов на оружие нету Есть крупная сумма денег Два миллиона рублей Инга! Здрасте Да, я Это вы звонили? Угу Слушайте, а здорово стреляете? Стараюсь быть в тонусе Уж мне можете поверить Как так получилось, что затянула в такой мужской бизнес? М? Достался по наследству от отца Угу Так что случилось? Сотрудник у вас такой есть Ребров Константин Сотрудник охраны Да Только он уже три дня, как в официальном отпуске Оружие служебное сдал на хранение? Разумеется А к чему эти вопросы? Убит Ребров Убит Неожиданно Что можете о нем сказать? Хороший сотрудник Профессионал Ну, а кроме Может быть Что-то о личной жизни Враги, друзья, коллеги Понимаете Костя со всеми на работе поддерживал Ровные отношения Знаю, что он три года живет Вернее, жил С одной девушкой Расписываясь С какой девушкой? Аня Он с ней познакомился На прошлом месте работы В гипермаркете Она там продавщицей работала Евсеева Да Разрешите, Андрей Борисович Заходи, Володя Присаживайся Ну что, Володя Удалось скрыть Смартфон Реброва? Нет, пока не удалось, Андрей Борисович Но Кое-что я выяснил Так Оказывается Последние три дня Со смартфона Реброва Велась передача данных В промежуточное Облачное хранилище Вот, и доступ к этим файлам Я получил Я думаю, вам будет Интересно Смотрите Сергей Анатольевич Анатолий Сергеевич Я и говорю Тесть Бубнова Совершенно верно, Андрей Борисович Так что получается Что из внедорожника Следили именно за ним Бубнов и Ветров Выезжают проверить Подозрительный внедорожник С которого ведется Скрытое наблюдение За домом Бубнова И находят Убитого сотрудника ЧОП Константина Реброва При обыске В квартире Реброва Находят Незарегистрированное оружие Выясняется Что Ребров Вел наблюдение За тестем Бубнова Анатолием Сергеевичем Зачем же за мной следили Вообще-то я думал Это вы мне Скажете Зачем Я Понятия не имею Так Паника нам в доме не нужна У Верочки Учеба У Оксаны работы Травмировать их не надо Правильно Ну и что ты предлагаешь На работе я договорился За нашей семьей Присмотрят За Оксаночкой За Верочкой За Настасией Григорьевной Специально Обычные люди А Со мной что У вас мы отправим В ведомственный санаторий Для ветеранов МВД Предлагаешь Позорное бегство Анатолий Сергеевич Это Не позорное бегство А отход На заранее подготовленной позиции Это Понятно? Так точно Ну вот Ну вон Такси-то Приехала Давайте Давайте Я не понимаю Толя Ну с чего ты так Внезапно Решил сорваться С места А что такое Ну имею я право На отдых Ну имею Дедушка Я тоже хочу отдыхать А А тебе Надо о школе думать Да надоела мне Это школа Вернее были украдены Но следствие Ее причастности К делу не выявило Она из гипермаркета Уволилась Окончила курсы визажистов И устроилась на работу В Кузь, пауза Достойная БДТ Вот-вот В салон красоты Где работает твоя Оксана Тимур Вот это поворот Часо-часу не легче Да нету слова Так Пазл начинает складываться Да потихонечку Да подождите Паш Володя А что у Анны с алиби А с алиби у нее все нормально Его нет Я получил видео С парковки у салона красоты Смотрите Во-первых У Анны Тонированный внедорожник Той же модели Что и у убийцы А во-вторых По времени Как раз получается Она могла убить Реброва А потом приехать на работу А где Анна находится сейчас? Секунду Так Ну судя по геолокации Ее телефона Она на машине Движется в сторону центра Так На работу В одиннадцать Салон открывается Андрей Борисович Разрешите Я ее перехвачу Не разрешаю Потому что ты лицо заинтересованное Можешь таких дров наломать Паша Давай ты Ну учти Она может быть вооружена Здравствуйте Анна Красивая у вас машина Дорогая наверное Мы знакомы? Пока еще нет Майор Шапошников Круто Вы хотите купить мою машину? Нет Для начала хочу ее смотреть Ваш не против? Я против Но если надо смотреть Спасибо большое Надеюсь много времени Это не займет Надеюсь Так Что у нас здесь? Да ничего нет Ну это мы посмотрим Опа Ух ты А что? Какая интересная вещица Это не моя Я не знаю откуда она взялась Ну кто бы сомневался Боюсь Анна Что нам придется продолжить разговор В более официальном месте Ну это не мой пистолет Послушайте Я Я клянусь вам Подождите Анна Давайте-ка по порядку Нас интересует Откуда у вас Такой дорогостоящий автомобиль Ваша зарплата Явно не соответствует Автомобиль бывший подарил И все законное Есть все документы А бывший Это Константин Ребров Так? Так А когда и почему он стал бывшим? Мы расстались буквально вчера Но началось все давно Не надо В смысле не надо? Что такое? Я вы думаете Грабители Которые украли на складе ноутбуки Они же знали все коды сигнализации И что? А то что хранила их На домашнем ноутбуке А так нельзя по инструкции Подожди Так ты на меня что ли думаешь? А на кого? Ну ты даешь В какое время живем? Плюнь В хакера попадешь Вскрыли тебя Но лучше об этом молчи А то сядешь Вот тогда Чтобы меня задобрить Костя и купил мне машину А Ребров Что же Этим автомобилем Тоже пользовался? Конечно Даже чаще чем я То есть вы хотите сказать Что вот этот пистолет Который мы обнаружили В бардачке вашего автомобиля Принадлежит ему? Да У него такого добра хватало Анна А вы знали Что Константин Ребров Владел огнестрельным оружием Незаконно? Вы меня вообще слушаете? Я сказала Что я от него ушла Потому что он вел двойную жизнь Он общался с какими-то Подозрительными людьми Старые связи я подтянул Так что можно работать По той же схеме Информация Товар Деньги Но ваша начальница С ней проблем не будет? Да она в нашем деле Ни черта не смыслит Так что не тяни Давай к нам Хорошо Я подумаю А вы запомнили мужчину Который говорил с Ребровым? Ну так, мельком Но если я увижу То обязательно опознаю Вас интересует Ребров? Не моя машина? Наверное, хорошо, что я от него ушла А что же он натворил? Вчера днем Константин Ребров Был убит Причем выстрелами Из такого же пистолета И стреляли Из такого же внедорожника Как у вас Что думаете, что это я убила? Это же бред какой-то Ну я же не убийца Хорошо Скажите, пожалуйста Вы знаете Вот этого человека? Нет Впервые его вижу Вы вчера на работу Приехали не утром А после обеда Почему? Потому что я отпросилась Потому что у меня было важное дело И я не обязана вам отвечать Это личное Ну сват Прослужил Всю жизнь, так сказать По хозяйственной части Запас вышел В зоне полковника Применяетесь Вячеслав Михайлович По хозяйственной части Да, конечно Однако Вы сильный противник Анатолий Сергеевич Да ж Были когда-то и мы Рысаками И кучеров вы имели Лихих Лихих Не Блин Почти шаг Ты смотри Неожиданный ход Ну, предлагаю ничью Принимается Вот это благородно Ну что там, Паш Так-то докладываю Болестники утверждают Однозначно Пуля, извлеченная Из головы Реброва Выпущена не из пистолета Найденного в бардачке В машине Анны Ну я так и думал Какая связь могла быть Между Анной, Ребровым и Анатолием Сергеевичем Вот и меня Это очень сильно волнует Да, это ты выдыхай Тимур, выдыхай Тока, тебе легко говорить Что ты орешь? Я не ору Так, все, закончили Успокоились Оба Чтобы подтвердить Алиби Анны Надо понять Где она находилась В момент убийства Реброва Андрей Борисович Я составил карту перемещения Телефона Анны А в момент убийства Реброва Она приезжала К своему старому месту работы В гипермаркет Двоичный кот Я у них запросил Видео с камер наблюдения Вот, смотрите Ага А кто с ней? Новый любовник? Скорее наоборот, Антон Старый любовник А если быть совсем точным Морозов Геннадий Леонидович Ему 38 Он женат Работает менеджером По продажам В этом гипермаркете У него двое детей Одному годик, другому два Ну вот Морозову этого надо Попросить Скорее всего он знает Что-то о связи Ханны Андрей Борисович Разрешите я Ну не могу я сидеть Ну хорошо, Тимур Ну вместе с Антоном Ага Антон Проконтролируй Чтоб там без танцев с саблями Да Я умоляю Все будет Плавно В ритме танго Тимур Осторожней Нигирич ругунный грузится Геннадий Морозов Да Здравствуйте Здравствуйте А вы по старому делу? Да нет, знаете ли По-новому Вам Анна Евсеева Знакома? Есть какая-то связь? Какая связь? О чем вы? Все давно в прошлом Да вы что? А я вот в курсе Что она вчера К вам днем приходила Ну приходила Ну приходила О чем вы говорили? Ни о чем Ну то есть О личном О личном говорили Знаешь, как я тебя люблю И люблю до сих пор Но ты выбрала Бедловатого Костика Ты меня вообще слушаешь? Я от него ушла Ну я-то от жены Детьми не собираюсь уходить Да не бойся Я не собираюсь Разрушать твою жизнь Ну тогда Если ты хочешь Мы будем встречаться Но тайно Я подумаю Так, а скажите По-вашему Анна может быть Связана с криминалом? Кто, Аня? Да вы с ума сошли Аня добрый Порядочный человек Просто Хорошие девочки Выбирают плохих парней Да, выбирают Если хорошие Парни недостаточно Хороши А, нагородили тут Да Это что такое? Что это за бардак? Кому понадобилось Рыться в моих вещах? Оперативники расследуют Убийство сотрудника ЧОПа Константина Реброва Который с неизвестными целями Вел скрытое наблюдение За тестем Бубнова Анатолием Сергеевичем В причастности к убийству Подозревают Бывшую девушку Реброва Анну Евсееву Но выясняется Что у нее есть алиби Анатолия Сергеевича В целях безопасности Временно переселяют В ведомственный санаторий Однако там на него Совершает нападение Неизвестный Ну что, Тимур Что? С начальством я договорился В общем, у вашего номера Поставят пост Ну и вообще будут С вами присматривать Ну кто это мог сделать? Кто? Ну я откуда знаю В номерах-то Камер наблюдения нет Правильно? Хотя, ну, кто-то посторонний Попасть на территорию не мог Получается, кто-то из персонала Или отдыхающих Отдыхающих Да тут Сплошь уважаемые люди Ветераны У вас что-нибудь пропало? Ну, преступник же искал Что-то ценное О чем ты, Тимур? Какие ценности? Я всю жизнь Честно служил Миллиардов не скопил О каких ценностях ты говоришь? Не знаю Может там Было какое-то ювелирное украшение Ты вот сейчас Это пошутил, да? Анатолий Сергеевич Мне вообще Не до шуток Когда я шучу Вот, людям смешно Ну ладно, все Короче, так Если вы что-то вспомните Ну или Увидите необычно Немедленно мне звоните Немедленно Это понятно? Так точно Я понял Ну, теперь оплата будет в два раза больше Да, уверен Тимур А почему ты мне сразу все не рассказал? То-то я думаю Чего у меня такое чувство Что за мной постоянно кто-то следит? Это наши люди Из наружки Их можно не бояться? Просто потрясающе Ну, Оксана А что ты хотела? Чтобы я Верочке и твоей маме Все правду рассказал? Пожалуй, не надо Ну вот И я об этом думаю Я бы и тебе-то не рассказывал До выхода нет Подумай Ну, что такого ценного может быть у твоего отца? Тимур, я даже не представляю Нет, у него есть небольшая коллекция холодного оружия Но в ней нету ничего такого сверхъестественно ценного Здравия желаю, товарищи офицеры Что имеем на сегодняшний день? Да пока ничего Ценю твою честность, Антоша Только не с начальством Да нет, Павел Ильич Есть одна идея Да я еще раз повторяю вам, Андрей Павлович Мы с Оксаной дома все посмотрели Все, ничего нет ценного Здорово Да здоровей, видали Ценно это Тимур может быть и не явным Это как это? Ну, например Какой-нибудь исторический документ Или фотография, которая способна кого-то изобличить Да, или письмо любовное Но давайте не будем изобретать Эту не Евклидову геометрию Лобачевского А пойдем явным логическим путем Ребров С кем общался рядом со своим домом? Кого он там свой чоп зазывал? Андрей Павлович, есть у меня одна идея Вернее, кандидат Вот он Панкратов Федор Федорович Они с ним вместе работали в гипермаркете Ну, на прошлом месте работы Реброва Значит, Федор Федоровичу 38 Он не женат Пять лет назад он проходил по делу об избиении Но потом стороны подписали мировое соглашение И дело до суда не дошло Так вот Федор Федорович два года назад устроился в Чоп-Кабура Слушай, а ты мне фотографию твоего панкрата сбрось, пожалуйста Сейчас, секунду А я пока Анне попробую дозвониться Да, Павел Ильич Что, мне опять к вам на допрос ехать? Скинул Хорошо Здравствуйте, Анна Ну, что же вы так Не здравствуйте, не в добрый день Нет, на допрос не надо Я сейчас молодую фотографию пришлю Не этот ли человек разговаривал с Ребровым Рядом с вашим домом? Да, это он Хорошо, спасибо большое Хорошего дня Володя, а что за машина Зарегистрирована на Панкратова? Как раз пробиваю, Андрей Борисович, секунду Ух ты Так это тот сам внедорожник, который дежурил около моего дома Здравствуйте, Инга А, это вы? Как ни приду, а вы все на рубеже Все стреляете? Угу Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Что такое, а? Девяточка появилась Что, рука дрогнула? Скорее, сердце дрогнуло А что такое? Не справляюсь я со своими мальчиками Мутят что-то у меня за спиной А что понять не могу Ну, вы так-то не переживайте Все приходит с опытом, как известно Надеюсь Но вы же не просто так пришли Меня морально подержать? Ну, допустим, не просто так Сотрудник ваш интересует Федя Панкратов Поразительно Что такое? Вот он как раз самый мутный и есть Укатил минут за двадцать до вашего прихода Куда? Не поняла А ты куда собрался, Федя? Да я и так Короче, давай потом, а? Стой, мы не закончили А телефончик его дадите? Сейчас Ну и ваш заодно Что? Телефончик Федя записываю Так, восемь Девятьсот шестьдесят шесть Старый склерозматик Вот такой у меня музей Да Вот это я понимаю Коллекция Не то, что у меня Еще дед начинал Потом отец продолжил Семейное дело А не боишься ты, Василий Львович Такое богатство Дома держать Без охраны, а? Анатолий Сергеевич Здоровье сдает Я уже и завещание написал Передаю всю свою коллекцию государству Поскольку Семью я так и не обзавелся Да что за мрачные мысли Тебе еще жить Да жить так Сомневаюсь Есть у меня к тебе одно дело Ну Видишь этот ящик? Ну Вижу А что в нем? В нем ничего кроме памяти Он принадлежал Единственной девушке Которую я любил Ага Если Я умру внезапно Ящик скорее всего Выбросит А мне бы этого не хотелось Мог бы ты его взять И сохранить Ну Сохраню конечно Раз ты просишь Тимур Я тут вспомнил кое-что Недавно был в гостях я У старого своего знакомого Полковника запаса Вершинина Так А вы едете уже туда? Так поторопитесь Так Что здесь происходит? Что тебя дед не вовремя принесло-то? Сдавайся! Полиция! Готов Тока! Ну он же нам живой был нужен! А ты нам живой не нужен? Ах, ёрк! Оперативники расследуют Убийство сотрудника ЧОПа Константина Реброва Который вел скрытое наблюдение За тестем Бубнова Анатолием Сергеевичем Выясняется, что незадолго до этого Старый товарищ Анатолия Сергеевича Полковник запаса Вершинин Передал ему на хранение Обычный деревянный ящик Сослуживец Реброва по ЧОПу ФЕДОР Панкратов Убивает Вершинина При попытке ограбления Панкратова убивают При сопротивлении Вот он, ящик Пандоры Только там, между прочим, пусто Так можешь стенки простучать? Ты по голове себе постучи Тихо, спокойно, орлы Так А Кузя прав О! Так Что, ну-ка, дай-ка Не сломай Тихо, давай-давай, помогай Ага Давай-давай-давай-давай-давай-давай Ух ты Ну-ка, ну-ка Так, достаю Вот это да Интересный экземпляр Ага Кортик 1718 года Россия Аланецкий оружиний завод Принадлежал императору Петру Первому О! Это что? Сталь, ковка, брон, гравировка Конфорение, рукоятка Инкрустирована бриллиантом В 15 карат А, а ты, Тимур, говоришь У тебя нет ничего ценного А теперь мне интересно Сколько это стоит? Сегодня вы выбираете Белые и черные Но я сегодня буду играть белыми Ха-ха, хороший выбор Кстати, в прошлой партии Вы проявили себя мощно Мощно Да я бы и в этой партии Проявил бы себя мощно Если бы вы меня по голове не стукнули Что? Вы что себе позволяете? Вы же Кортик искали А его нет Кортик уже давно, чу-чу Как это? Чу-чу Как это за чу-чу? Не на того напал, полковник Так, Антон Сергеевич Спокойно, все, все, все Не надо так темпераментно Что же вы так-то, а? Пожилой человек Почти его Не за что Не за что Руки ваши Пусти меня, Тимур Я ему, я ему морда Как ты? Тихо-тихо-тихо-тихо Спокойно Гражданин Терентьев, в вашем смартфоне мы обнаружили фотографии Анатолия Сергеевича. Эти фотографии были сделаны убитым сотрудником ЧОПа Константином Ребровым. И также обнаружена переписка с убийцей полковника запаса Вершинина Федором Панкратовым. Вы, конечно, все пытались удалить, но мы восстановили данные. Да, видно, устарел я морально. Не умею толком цифровые следы подчищать. Так вы расскажете, как было дело? Да расскажу. Чего уж тебе. Замечательная коллекция, Виталий Львович. Но мы же оба знаем, что меня интересует. Не понимаю, о чем вы говорите. Птичка на хвостике принесла, что попала к тебе, по случаю, вещица удивительная. Подсказка. Олонецкий завод 18 век. По-прежнему не понимаю. Я таким оружием не располагаю. А ты подумай. А у меня ведь хватка бульдожья. Ты знаешь, жадность губит людей. Жадность и глупость. Я ведь был готов за кортик хорошо заплатить, но Вершинин рогом уперся. Я был уверен, что он попытается кому-то кортик передать на хранение. Поэтому выжидал и наблюдал. Как охотник на тигров. Значит, вы узнали, кому Вершинин передал кортик. А как вы вышли на Реброва и Панкратова? Да. С этими ушлыми ребятами я давно знаком. Я с ними сотрудничал. Выполняли для меня разного рода щекотливые поручения. Но потом я пожалел, что с ними связался. Ну, рассказывай. Что случилось? Так это, мне Костяна пришлось убрать. Это я понял, гумник. Объясни причину. Так это, я предложил внучку этого дедуляна выкрасть. Ну, типа, на больное надавить. Это же всегда работает. Ну и? А Костян распсиховался. Сказал, что он на такое не подписывался. И типа, вообще пойдет и лучше ментам сдастся. Так еще вышел из машины гнида, как хлопнет дверью. Я ему... А кроме как засадить ему пулю в затылок? Вариантов не было? Ну, разозлил он меня. Чисто плюет хренов. В общем, я в который раз убедился в истине. Хочешь сделать хорошо? Сделай сам. Ну, куда ты поехал? Я проследил за такси до самого санатория и понял, что могу туда заселиться совершенно спокойно. Имею полное право. Так а зачем вы туда решили заселиться? Слушайте, именно в таких уютных охраняемых местах совершаются самые рискованные коллекционные сделки. Я решил, что Анатолий Сергеевич привез кортик на продажу. И что было дальше? Я выждал момент, когда он пойдет на ужин, но он вернулся раньше, чем нужно. Что это за бардак? Кому понадобилось рыться в моих вещах? А? Я понял, что кортика у Анатолия Сергеевича нет. И решил, что Вершинин просто обвел меня вокруг пальца. И кортик все еще у него в доме. И тогда вы позвонили Панкратову и поручили ему ограбить дом Вершинина? Да? Уж не знаю, что этот дуболом там напортачил. Ну, напортачил – это не то слово. И Вершинина убил, и сам был убит при задержании. Вон как. Но прошу заметить, я никого не убивал. Руки у меня чистые. Лучше бы у вас совесть была чистая, а, гражданин Терентьев? Расскажите, кому вы собирались кортик продать? Молодой человек. Ни один уважающий себя коллекционер не станет такую вещь продавать. Кортик держал в руках сам император. Да? Вы разве можете понять? Мы одного понять не можем, гражданин Терентьев. Как это так? Уважающий себя коллекционер. Полковник в отставке. А связался с бандитами и убийцами. Такие, как вы, честь мундира позорят. Ну, сейчас расплачусь. Ну-ка, пойдем, 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 пойдем. Готова? Да. Оп! Дедушка, ты приехал? А я тебе, Верочка, открою секрет. Дедушка ни на какой отдых не ездил. Тимур. Ну, я же без подробностей. У меня такое ощущение, что я чего-то не знаю. Ага, подождите. Я вам скажу, Анатолий Сергеевич у нас на самом деле выполнял важное, я даже не побоюсь этого слова, боевое задание. Исправился героически. Да ладно. У нас дедушка супергерой. И шишку по голове получил. Ой, папа преувеличивает. Да ладно вам, Анатолий Сергеевич. Да вы на самом-то деле, ох, орел. Видимо, подробностей я так и не узнаю. Мам, зачем нам подробности? Главное, что все кончилось хорошо. Ну, конечно, не здорово. А вас-то, по-моему, не кормили, а? Не знаю. Какая еда, диета. Видишь, кометы сгорающих звезд. Знай, это я загадал сто желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев, надежд, обещаний. Я головою твоих милых ног. Губы мои тронешь нежно руками. Пусть улыбнется сияющий бог, пролетая над нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова